Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Джиней Диана 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 Джиней Диана Диана Откуда он вообще эту плеть пустил? Что это такое вообще? А, вот она. Вот эта плеть идет. И он там маленький. Растет кабачок. А здесь уже можно повыдирать, потому что нигде ничего не растет. Это вон засохло. Как раз засохла та плеть. С тем кабачком, который я хочу собрать на урожай. Видите, он отплодоносил, получается. Вот он отплодоносил. И плеть сама по себе сгнила. Вот этот кабачок. Вот этот длинный. Тут же я на семена оставляла. Его нужно уже сломать, наверное, и забрать. Уже плеть, в принципе, уже все. И вон еще один кабачок, и вон еще один кабачок. Ну да, кабачок. Который я оставляю на семена. Вот эти вот длинные. Попробую в следующем году посадить. Мне они очень понравились. Классные просто. Это уж сейчас не супер длинные. А то прям такие длинные-длинные растут. Мне прям очень понравились. Надо их обязательно семена собрать. Вот здесь что-то, что-то, что-то не что-то. Что-то не что-то. Может быть из-за того, что дожди лили, оно совсем не хочет. Ну, опять же, если я соберу несколько, что-то там гниют вообще. Видите, от постоянных дождей. Оно и навязалось, вроде как бы и было, но сгнило. Если сейчас дождей не будет, то, может быть, еще что-то и получится. А если будут, то вырву его и все. Вот этот может, видите, тоже вот растет. Вот пушистенький, красивый. Вот кабачок. Если дождей не будет, то он пойдет. Если будет, то згниет. Все, уже постепенно все убираем. О, тут у меня даже огурцы выросли, вы подавите. Кубончики какие. Ой, цирк на гроте. А мы же собрали все, что нам надо было, а потом уже сюда и не смотрели. В смысле, тут же там два-три штуки там. Иногда выйду на огород, сорву там на салат. И все. А это как задождило вообще на огород, сюда не выходило считать. Такие колбаны. Их разве что можно, ой. Их разве что можно чисто так на салат почистить. Вон, даже один молоденький, видите. Есть. Одненький. Одненький, одненький. На основном, конечно, здесь в этих грядках бурьян и цветы. Бурьян и цветы. Все. Работы немеренно. Когда я ее буду делать, это непонятно. Тем более сейчас Коля не помогает мне. Блин, что серьезно? Ребят, это что такое? Это как это понять? Боже, конец сентября. Вернее, какой конец сентября? Октябрь. Октябрь, а у меня клубника спеет. Чтобы вы понимали. Если вот такая погода подержится, то у меня будет еще урожай клубники. И причем эта клубника на всех кустиках. Хоть она и в бурьяне, конечно, стоит. Может, за счет того, что в бурьяне стоит, его морозом не ударило, когда мороз был у нас. Смотрите, и цветет. И цветет, и спит. И вот новая назревает. Блин, это тот сорт, что мама мне с этой, с Польши передавала. Обалдеть. Моя-то вон она. Она отходит. Она один раз только дает свое урожай. А это, видимо, даже два раза в год. Она, считайте, свой урожай уже отдала мне, эта клубника. И еще вон зацвела. Ну, не все кустики. Она тут разные сорта мне давала. Ну, получается, вот этот раз, два, три, четыре, пять. Пять кустов. Это тот сорт, который делается два раза в год. Его нужно вообще, блин, отдельно мне отсадить. Пересмотреть, короче, эту клубнику, которую мне мама давала. Во-первых, тут все прополоть надо. Пересмотреть и ее отдельно отсадить. Если это раз, два, три, четыре, пять. Да, пять кустиков. Пять кустиков, которые прямо на них видно, что на это самое. И класс, и развести такую клубнику. Ну, вы что, представляете? Октябрь месяц клубника цветет. И вон нарастает. Ха, класс. Все. Затрещала я вас. Бесполезное видео, как мне написали в прошлый раз. Типа, вот, пол видео, котлеты лепишь. Ну, и что? Если мне было в кайф котлеты лепить и с вами болтать, значит, лепила и болтала. А кто не хочет посмотреть, тот не смотрит. Блин, самолет. Вон, уже можно последние помидоры выбирать. И все. Вон эти висят. Уже, мне кажется... Ну, хотя там есть, оно, пару штук зелененьких. Дождь их добил. Вон, бурелые, не буду трогать. А эти можно уже все убирать. Те, что хорошие, на покушать. А те, что все нехорошее, то, конечно, просто убирать. Вот чуть-чуть еще есть. Там вот немножко еще есть. Короче. В общем, занимаюсь. Какой-то красивый, яркий цвет. Красота. Боже, осенью краски, кажется, особенно яркие. Правда ведь? Такие они просто волшебные, эти краски. Летом просто столько всего. А осенью уже как бы все отходит. И обалденно, когда ты вот так вот идешь, а тебе встречаются цветочки на огороде. В следующем году еще больше насажу всяких цветов. Вот у меня что пошло, видите? Это вот эти. Саженцы вот этих цветов пошли. Семена нападали. И они сразу, моментом, бегом, и новые ростики подавали. На следующий год давайте у меня ростики буду выкапывать и рассаживать вас. Все, моя задача, короче, вырвать свеклу остатки. Вот у меня. Сейчас. Доберусь я. Тут у меня укроп растет. Не хочу здесь ходить. Вот это все, это укропчик. Он уже большой укропчик. Ну, более-менее большой. Ему, конечно, еще пару деньков бы с солнышком. Ему было вообще классно. Он вырастет сразу. Он быстро очень растет. Когда он до такого состояния не дорастает, Ну, вот, смотрите. Он потом моментально растет. То есть сейчас здесь топтаться не буду. Буду заходить с другой стороны. Повырываю вот этот бурячок. Это мой. Свеколка, которая осталась уже чисто на хранение. Я старалась самую такую огромную, большую. Хотя там есть круглая, огромная, большая. Старалась большую самую вырывать. А та, что помельче, на хранение. Та, что помельче, легче, лучше храниться. А здесь, смотрите, тоже саженцев куча этих цветов. Ну, и в квартире, ну, в доме с них толку не будет. О, гляньте, какая красота. Яркие какие. И здесь яркие. А, это тоже, смотрите, аж прям бархат там такой. Бархат, бархат. И укроп. А укроп и все цветы заново. Это же ромашки вот эти вот. Ну, тоже, наверное, не успеют они. Кто его знает? Хай растут. Не буду их трогать. Так, здесь уже перец собрала. Вот то, что все висит, там его еще море, то еще зеленый. Вот, сейчас займусь тупо свеклой. Вот это свекла, это же кормовая свекла. Тяну, есть тут она и маленькая, и большая, и разная. Мне ее надо собрать коровушке. Сегодня я попрошу Колю, хай отвезет, и уже эту часть освобожу. Что же она мне витаминки из земли-то тянет? Хватит уже. И пока бодылья все еще живое, коровье, знаете, как вкусно будет. Поэтому становлюсь, и это все дело быстренько рву. Так, все, Оля молодец. Вот куча, вон куча, вон куча. И решила все-таки, ребята, не весь ее прорывать. Блин, жалко мне. Оно еще подрастет, и еще коровушка будет кушать. Вырвать-то всегда успею. Но тут получается, что с того момента, когда мы своих свинушек продали, я же перестала ее прорывать. Ну, то есть, так я прорывала и им отдавала, да? Чтобы она близко друг к другу не росла. А садила ее густо. Я так всегда, когда хозяйство держала, делала. И получается, как только мы свинушек своих отдали, ну, продали, эти, парочку, то я их перестала прорывать. И куча мелких повылазила, ну, повылазила рядом с большими, с вот этими вот. Ну, тут, смотрите, такие довольно немаленькие есть. Вот, вон, если брать так. Вот, видите, такой, прям такой неплохой. Ну, такой хороший. И вот тоже большой. Вот, они все такие были большие. Как вам показать? Они все такие были большие. Ну, этот, не прорывала я их. Что, зачем? Как-то я даже не знала, что с ними делать. Ну, вот, и вот уже большой, видите. Вот, если руку положить, вот. Он еще не на всю ладошку. И все, смотрите, красота моя. Вот эти большие тоже. Отдам корове, надеюсь, она красные кушает. Вот, может, у них хозяйство есть курочки-то покормит. Ну, еще, вот эти такие переростки огромные, и не заметила их. Они в кустах там были. Вот под этим, под чернобрывцем росли. Не заметила сразу, что они такие огромные. Они уже волокнистые. Нехорошие. Мне не нравится, когда волокнистые. Никакого шкафа от буряка не получалось, если он такой переросток. Вот, если такой переросток сразу, еще в конце лета, где-то, может, в августе, в начале августа срывают, то он еще нормально. А вот уже такой осенний переросток, уже все. Так вот, что я оставила? Еще около полумесяца они могут расти. Ну, недели-две, если у нас не будет приморозков, они смогут расти. А буряки очень быстро растут. Поэтому я вот это оставляю. Видите, частично продергала. Оставляю. Дай бог. Подрастет, отдадим коровке. Не подрастет, тоже отдадим коровке. Уже какой есть. Сейчас пойду у пацанов тачку забирать. Мне же надо как-то его дотарабанить домой. Вот. Еще в машину загрузить. И сегодня отвезем. Сейчас еще там пару кабачков заберу. Эти не буду трогать. Эти у меня на семена. Может, здесь какие-нибудь вымахали здоровенные. То есть, я сейчас пройдусь, посмотрю. Вот. Вырву их. Тоже корове отвезем. Ну, вот же тоже лежат. Какие-то. Не, наверное, тут ничего и не выросло особо. Я же говорю, а когда ему растительство, все время дожди, дожди, дожди. Только такие манюсенькие. Видите, такие. А то это на стол. Это я что-то с них приготовлю. Вот только второй день солнышко, видишь, они поперли. Ну, если будет завтра опять дождь и пасмурно, то погниют. Вот и печаль. Нет, вот кабачков не буду еще отдавать. Те, что на семена, я, конечно, не отдам. Тыковок там пару штук отдам. Ненужных. Вот это. А, блин, забыла сорвать красный перец. Это же острый у меня перец. Вы посмотрите, как мне рясненько цветается и острый перец. Вы таки бачила? Осень на дворе он собрался. Вон. Цветочки повыпускал. Ох и перец. Ох и красота. Поздно я его, мне кажется, посадила, или я даже не знаю, но он у меня вырос в аккурат тогда, когда... Ой, посмотрите, молоденький. Тогда, когда этот самый... У меня уже консервация закончилась, понимаете? То ли поздно, то ли я не знаю. Такой хороший. Но он действительно острый. Он классный. Он прям острый-острый. Может, с него семена соберу, да? Рассаду действительно сделаю самостоятельно. Потому что покупать, как выяснилось, не пойми, что можно купить. Вот. А это я уже последнее купила. Уже даже... Я его покупала? Мне кто-то бы дал. По-моему, покупала острый этот перец. Но уже последний-последний так его присадила вот тут. Будет, не будет, типа, не знаю. Ну, смотрите, вон есть, пожалуйста. Так, все. Погонула я за тачечкой. Я уже на лапки нацепляла всего. Кошмар. Да, мокрая, мокрая земля. Ух, не знаю, кукурузу сейчас рвать, что не сейчас. Прям, коли все в машину не влезет. Е-мое. Цветы. Красота. Красота. Вот такая красота. Все равно приятно. Выходишь на огород, а тут такая красотища. Разве не приятно? Вот. Гляньте, как они ярко цветут. В этом году. Видите, они у меня полукругом тут идут. Вот. А это же у меня так и осталось. Никуда я его не рассадила. У меня раньше было оно не полукругом здесь, а как-то... Я уже не помню, как оно у меня тут было. Ну, в общем, тут у меня было аж дотуда. И тут, наверное, закруглялось. Да, наверное, вот тут закруглялось. Был другой полукруг. И вот отсюда я брала. Вот здесь выкапывала их. И пересаживала вот туда к себе в рядочку. Вот там вот. Пересаживала. Так, смотрите, эти уже как ясно цветут. А здесь... Здесь только-только начинают. Только... А, наверное, от солнышка, мне кажется, зависит. Правда ведь? Как попадает солнце. Ведь только-только начинают. Вот. И тут какие-то они... Не знаю, кусты там красивые, такие низенькие, сформированные. А здесь они какие-то, может быть, из-за того, что, конечно, там побегал ешка. Там некрасиво. Может быть, именно из-за этого. А во дворе вообще еще тока-тока-тока-тока. И на улице только-только. Ну, тут больше северная сторона, мне кажется. Хотя солнце всегда оттуда светит. Странно. Так, все. Покосить тут траву надо. У меня тут уже можно козу заводить и запускать сюда козу. Чтобы она мне тут вот завтракала, обед дала и ужинала. А посмотрите на эти калачики. Ух! Тут и математика, и калачики. Ой, как сочненько. Ням-ням-ням. Класс. Травка, конечно, шикарная. Сюда бы коровушку. Все. Ну, мы уже эксперименты с этими животными закончили. Уже никаких коровушек, ничего у нас тут не будет. Хватит. Кто ж мне этот куст развалил, а? Кому пилюли и вставлять? А, это не развалил. Это куст не развалил, а это Коля выкопал. Я думаю, кто мне отвалил из-за кусок куста? Это он выкопал и этот. Это он просто тут стоит, вон. Вот Коля засранится. Там, под забором, где копают, они фундамент разбивали, это он выкопал. А я же еще думаю, что такое? Как-то он непонятно растет у меня. Вроде как развалился на две части. А он, оказывается, не развалился на две части. А это получается... Вот оно и растет. А это отдельно. Слишком готово пересадить. Надо куда его пересадить? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Непонятно я куда. Тут тоже, видите, тоже прикопали. Ну, временно. Типа временно вот этот прикопали. Потому что тоже не было куда его девать. И так оно временно осталось у нас на постоянно. Да уж. Да уж.